что ж продолжаем и в этом видео давайте поговорим про перкуссию я сейчас замьютирую пока что барабаны перкуссия здесь несет характер такой подчеркивающий то есть дополнительный танцевальный ритм и немножечко такого этнического налета как я уже говорил у нас здесь есть два римшота один который у меня спанорамирован левее другой правее бонги у меня здесь просто стоит посередине они как в стерео записаны как видите стерео дорожки ну точнее я их специально расширил но об этом еще поговорим и идет этот rain шейкер который как эффектами играет в некоторых частях вот начало интро и так далее и обычный классический шейкер который у нас уже вот в припеве собственно и играет сейчас мы начнем собственно разбор с припева давайте начнем с рим шотов я сейчас отключу обработку и послушаем просто как они оба звучат они абсолютно одинаковые просто записаны на две дорожки и распанорамированы лево-право ну то есть чуть-чуть разные по характеру звуки но специально так записано чтобы можно было влево вправо их отправить и самое главное что они конечно же созданы того чтобы давать эту длинную глубину то есть это такая самая фишка сам по себе звук очень такой резкий и короткий и особо прям стиля не несет скажем так поэтому так как я этот элемент планирую убирать прям на задний план то есть он прям очень сильно посылается на реверберацию и я хочу чтобы это именно был задний план в нашем миксе то мы помним правило что чем как бы отдаленнее от нас источник сигнала тем мы меньше от него слышим басов и меньше слышим самого-самого яркого верха то есть слышим в основном середину и еще плюс помноженную как бы на пространство куда мы чуть позже сейчас отправим этот звук то есть таким образом мы создаем этот психоакустический эффект что этот элемент где-то далеко то сейчас послушаем пока чисто с эквализацией оба их элемента то есть обработка абсолютно такая штука здесь я чуть подчеркнул этот эту атаку то есть вот было ты слышишь как будто звук стал ближе как только мы включаем эквалайзер он стал какой-то более отдаленный чуть-чуть добавил сатурации ламповой просто чтобы звук был не такой тонким пошел немножко холодный это чуть-чуть смягчает вот эту первичную атаку то есть она не такая становится резкая и жесткая а чуть-чуть как так сглаживается за счет вот этой сатурации и опять же чем дальше от нас элемент в пространстве тем мы меньше слышим эту острую атаку мы кабана чуть сглаживается через вот это пространство пока до нас дойдет волна звука поэтому это логично то есть чем дальше элемент в миксе тем он тусклее и не такой басовый и у него атака не такая резкая то есть таким образом мы даже и супер записанного близко там прям с микрофона яркого источника можем искусственно с помощью обработки создать эффект как будто был записан там в другом конце комнаты то есть микрофон тут стоял источник звука с другой стороны то есть это можно сделать вот наоборот сделать сложнее а вот именно таким образом это легко достигается мне кстати поэтому все как правило записывается близко на студиях а уже потом звукорежиссер уже на этапе сведения думает куда что расположить на какой план и как раз вот этими техниками пользуется значит из-за вибрации у нас здесь есть шина ambient сейчас мы ее откроем вот она 33 шина это valhalla vintage verb в режиме chamber 3 ну три с половиной условно секунды с небольшим при дилеем отфильтрован низ отфильтрована ну даже середины и самой верха потому что это именно такой дальний план у нас и от него не нужна какая-то какую-то голову внизу и какая-то яркие всплески вверху это просто такая середина который вот сзади она создает эту самую вот этот 3d-шность это задний план нашего микса и это прям очень хорошо работает и здесь у меня посыл как вы видите в при фейдер режиме то есть это говорит о том что громкость послаем их посланная ревер она отлично от громкости вот фейдеров и сами фейдеры у меня ставят не так громко на ну минус 13 пикового значения если смотрим по пиковым значением но при этом у меня посыл стоит на минус 5 то есть здесь у меня минус 9 минус 10 а здесь у меня соответственно минус 5 минус Но сами сухие звуки у меня тихие, тише, то есть минус 9, минус 10, а вот посыл на ревер у меня получается в два раза, ну там, на 5 децибел громче. Таким образом, мы как бы больше слышим ревера, чем сухого сигнала. Это опять же психоакустический эффект, то есть вместе с той обработкой, что вот я уже сделал, создает как раз, что эти элементы где-то очень далеко, то есть где-то сзади. Вот давайте послушаем. И сейчас можем послушать с барабанами, как это работает. То есть очень круто взаимодействие, сразу получается глубина и такая некая танцевальность от самих барабанов, но и вот эта глубина от вот этих вот, собственно, римшотов. То есть без обработки они вообще теряются за нашими барабанами, а как только обработку мы добавляем и ревер, сразу эти перкуссионные элементы начинают нести некий смысл. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Что ж, двигаемся дальше, пока замьютирую барабаны. Дальше у нас идут бонги. Бонги записаны, собственно, в микрофон «Близкий» и в микрофон «Бонгру». Сейчас я отключу всю обработку, кроме НЛС. Шины тоже отключу. Вот так они у нас звучат в сухом условном виде. Так, «Близкий» микрофон. Так, «Комната». Комната здесь тоже записана в MS-режиме, поэтому я сейчас включу вот этот плагин, который у нас опять конвертирует чисто из MS в стерео. То есть я их обрабатывал примерно как один элемент. Сам «Близкий» микрофон я чуть-чуть подсрезал низ, чтобы не было никакого гула. Чуть подсрезал гудящую середину. И самый верх, чтобы тоже у меня не было прям бонгов слишком близко по восприятию. Далее также стоит «Магма» Channel Strip, который здесь и чуть-чуть добавляет. Скажем так, я самый верх обрезал, но при этом верхнюю середину я чуть шельфом поднимаю. То есть чтобы вот эти вот отдельные «прам-пам-пам-ам», чтобы они хорошо прям прослушивались. И вот в районе 500 Гц чуть-чуть добавляю вот этого вот такого призвука звенящего. Но низ я еще больше срезал, чтобы прям звук был не такой гудящий, а чуть более тонкий, чтобы не мешал барабанам. Ну и компрессия здесь настроена так, чтобы прям чуть-чуть срабатывала компрессия на отдельных громких ударах. То есть в принципе все. И драйв тоже добавляет такой некой ламповой сатурации. То есть в принципе больше здесь ничего не происходит. Дальше у меня стоит Pan Man, который у меня это, собственно, у нас автоматический панер от Sound Toys, который каждые два такта мне перемещает звук лево-вправо. То есть это плагин, как вы видите, у меня превратил мою дорожку в стерео. То есть изначально она моно, а это у нас плагин стоит в режиме моно-ту-стерео. И он, как бы вот сейчас здесь послушаем, он автоматически в синхроне с сеткой два такта отсылает налево, два такта направо. То есть таким образом у меня как будто вот этот бонг никак не прикаянный, там, либо слева, либо справа, а он и там, и там. То есть я, конечно, мог бы вручную прописать эту автоматизацию, но я решил, что так оно как-то будет поприкольней. То есть потому что здесь такая партия неоднородная. Можно было прям вручную высчитывать, какие удары отправить влево, какие вправо. Но я как-то решил немножко так это автоматизировать, скажем так. И пускай оно вот слева-справа как-то вот так вот в синхроне с ритмом панорамируется. Хотя, я говорю, это можно все вручную прописать самому без использования подобного плагина. Ну и опять же посыл у нас на, в данном случае, Percussion Room. То есть отдельный у меня ревибератор. Где он у нас здесь? Вот он. Тоже VerbSuit Classics. Здесь у меня как раз выбран пресет Percussion Room. Тоже 500 миллисекунд. Немножко ширины добавил, срезал вверха и низы. И вот так вот у нас с ревиберацией звучит этот звук. Вот для таких перкуссионных звуков, кстати, комната очень играет ключевую роль. Прям вот, прям серьезно. То есть тембр меняется, их характер восприятия меняется прям кардинально. Поэтому очень, вот к перкуссионным звукам нужно грамотно подбирать ревиберацию. Лучше и естественную, то есть импульсную. VerbSuit это импульсный ревибератор. Где прям записаны импульсы живых каких-то комнат. То есть за счет этого прям ты как будто находишься в этом пространстве. Потому что так очень тоненько, как-то очень плоско звучит. А так сразу добавляется вот эта глубина. При этом ревер не длинный. Он не создает какой-то супер там полетный эффект. Но сразу добавляется некая жизнь и глубина. И ты прям представляешь этого перкуссиониста вот в комнате, в которой он находится. Сама комната здесь очень тоже была заглушенная. И она прям какого-то пространства не дает. Ну, то есть там такой небольшой как резонансы передаются. Вот этого гудения, постгудения. Я вот тоже чуть подсрезал. Это больше скорее как краска. И сделал сильную компрессию, чтобы чуть вытащить. Так как сигнал, как видите, здесь очень тихий. То есть чтобы хотя бы он был чуть более читаем. Тоже отправил на Percussion Room. И еще отправил на Ambient. То есть вот как раз уже дорожку Room я отправлю на Ambient. Получается как бы такой пост-эффект. То есть сам яркий бонго у меня не идет на этот длинный Ambient. А вот глухая комната от этого бонго, она идет. И получается как бы такой вот многослойный эффект 3D. То есть такой немножечко неестественный, если с точки зрения обычной физики смотреть. Но вот в треке оно звучит очень хорошо. Особенно в совокупности с римшотами. Далее давайте послушаем шейкер. Ну в шейкере здесь в принципе тоже особо прям какой-то сложной обработки нет. У нас здесь есть NLS. Потом у нас стоит просто эквалайзер, который срезает ненужные частоты. То есть так он слишком близкий, слишком яркий. После этого я поставил также сатурацию Magma Little Tube. У меня здесь, кстати, есть автоматизация панорамы. То есть вот где-то левее, где-то правее. Тут тоже у меня вот в средней части. То есть он то слева, то справа в отдельных частях. Ну а так вообще и по умолчанию он у меня спанорамирован на 15 влево, потому что хай-хэт у меня спанорамирован на 15 вправо, чтобы они вместе... Как бы друг друга дополняли. Понятно, что по тембру они не совсем одинаковые. Хай-хэт такой более серединистый, а шейкер более воздушный. Но все равно, чтобы у нас какое-то движение высокочастотное было чуть-чуть разъединено по каналам. Так оно будет лучше читаться. Поэтому я здесь как бы эту классическую технику тоже применил. Далее на шейкер у меня здесь также установлен Magma Springs свой. То есть именно в insert я редко это делаю. Но здесь он поставлен. Mix, как видите, не очень большой. 34% всего. При delay такие настройки. Drive. И на отдельных частях, то есть здесь вот когда у нас танцевальная часть идет, конечно же он выключен. Но вот в intro он добавляет вот этого такого шипения. Потому что именно пружинный ревибратор он так вот продлевает вот эту всю высокочастотную какую-то вибрацию. То есть вот этот плагин включается в отдельных частях. Но в припеве он выключен. По параллельной обработке у нас здесь также идет пружина общая, которая звучит на шейкере. Она у меня не такая длинная. И плюс она еще у меня идет с LFO Tool. То есть если мы посмотрим эту шину. Она у меня покороче. И здесь еще на ней такой прям эффект как вибрации стоит. Но мы ее еще посмотрим, когда будем смотреть другие элементы, которые на нее приходят. Потому что по шейкеру это не очень понятно. Поэтому я про нее еще расскажу. Про эту шину. Далее у меня идет посыл на Ping-Pong Delay. Вот он. Это Eco Boy, который настроен у меня на 1,8 лево-право. То есть Ping-Pong Delay восьмыми. В режиме AM Radio. Такой немножко среднечастотный этот дилей. Этот же дилей в свою очередь отправлен на Ambient. То есть дилей тоже у нас не сухой, а обрабатывается реверберацией. И давайте послушаем, как это звучит. Я сейчас усугублю вот это звучание. То есть, ну как вы слышали, такой дилей получается среднечастотный. И просто продолжает как бы вот эту пульсацию шейкера. Так, едва заметно. То есть, как такой некий призрак. Опять же, это не явный элемент трека, а просто как дополнительный. И у меня здесь еще есть дилей дополнительный, который у нас тоже автоматизируется. В самом начале он используется вот здесь. То есть, он такой более явный, слышно. Гитарный дилей у меня в данном случае это Tape Echo от T-Rex. Вот так вот он выглядит с настройками 1 четверть. То есть, то лево, то вправо. И тоже на нем стоит небольшой срез частот. И тоже он посылается на, уже в нашем случае, Spring. То есть, на пружинный ревербератор. Давайте послушаем шейкер еще раз вместе. Так, и теперь давайте послушаем всю нашу вот эту вот основную перкуссионную часть вместе с барабанами. Потому что они именно по уровню и по груву должны сочетаться в первую очередь, конечно же, с барабанами. То есть, по пиковым значениям, если смотреть, перкуссия как бы чуть-чуть сзади барабанов находится. То есть, барабан у нас погромче. Но при этом перкуссия как бы чуть тише. Но она как бы ее дополняет. То, что то оно чуть слева возникнет, то чуть справа. За счет этого появляется этот эффект, что оно вроде присутствует, но не так торчит. То есть, барабаны у нас все равно ведущие. Перкуссия чуть-чуть как бы на таком среднем и дальнем плане, если мы говорим про вот эти ремшоты. Но оно как бы друг с другом очень хорошо взаимодействует и добавляет вот этот вот тоже 3D эффект. Так, у нас остался еще один элемент. Это вот этот rain shaker. Давайте его послушаем. Здесь тоже у меня, как видите, такая автоматизация панорамы ручная, потому что такая партия. Здесь тоже у меня используется много пространственной обработки. Вот 33-й шин – это наш ambient. И вот еще здесь добавляется тоже ping-pong delay. Вот этот ecoboy, который тоже продлевает, скажем так, вот это шелестение вот этого шейкера. то есть вот такой его эффект, скорее как такое тоже создание некой магии, такой мистической, шаманской, ну, классический такой элемент, который используется во всякой ambient музыке или этнической музыке, lounge музыке. Ну, я уверен, вы слышали этот. И он выглядит как такая большая трубка с песком внутри, если, опять же, упрощенно говорить. Ну, то есть по обработке здесь все тоже понятно. Здесь просто я срезаю все ненужные низкие частоты, которые могут быть так, как это запись микрофона, там топот ног может быть, что угодно, любой шум. Вот, и просто чуть-чуть как бы подсрезаю, оставляя средний диапазон. И здесь также у меня стоит spring свой у него, то есть тоже с небольшим, с подмешиванием 35%. Ну, примерно такой же, как у меня стоял на шейкере. Скорее всего, это один и тот же, я просто скопировал. Он просто тоже продлевает как бы звук самого вот этого дождя, чтобы он так сильно не обрывался. То есть здесь мы послушаем его сейчас без обработок. Он будет такой довольно сухой. А с обработкой он уже становится таким частью, опять же, дальнего плана микса. Что ж, перкуссию мы с вами рассмотрели. Давайте в следующем видео поговорим про бас-гитару.